Музей истории БАМа продолжает реализацию проекта «Музейный подкаст», шестой выпуск которого посвящается железнодорожным войскам, строившим БАМ. Предлагаем послушать отрывки из книги «Дорога, которую не выбирали», изданную в Москве под общей редакцией генерала-полковника Григория Коготько в 1993 году. Такое название книги дано не случайно, ведь солдаты и офицеры эту дорогу действительно не выбирали, а восприняли ее как приказ Отечества. И построили весь Восточный БАМ от Тынды до Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью 1449 километров. О трудовых буднях и героических подвигах воинов-железнодорожников Отрывки из книги читает Галина Андреевна Кузина, Музей истории БАМа. На понтонной переправе ливневые дожди, продолжавшиеся несколько дней подряд, превратили бамовские реки и речушки в бурные потоки. Разбушевавшаяся стихия с корнями вырывала деревья, легко перекатывала валуны, снимала небольшие мосты при трассовой автодороге. На участке, который прикрывали подчиненные подполковника Козловского, вместо снесенного водой моста воины-железнодорожники навели понтонную переправу. Для поддержания переправы в рабочем состоянии была оставлена команда из пяти человек. Однажды, на исходе дня, ливень разразился с новой силой. Понтоны сотрясались под мощным напором реки. Дежуривший у переправы рядовой Сергей Мартынов вбежал в вагончик, где его товарищи расположились на ночлег. «Мост носит!» – закричал он. Все бросились к понтону. Первым к переправе прибежал рядовой Олег Опетенок. В руках у него был топор. Мастерские орудия им он обрубил длинные ветви лестницы, лиственницы, прошу прощения, державшие у понтона огромный затор из вырванных с корнями деревьев. Бревен, сучьев, затор стал ослабевать. Деревья медленно уходили под воду. Опасность для переправы миновала. И в это мгновение произошло непоправимое. Лиственница, подхваченная сильным течением, перевернулась. Огромное корневище всей тяжестью обрушилось на солдата и увлекло его в водоворот. Он был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Солдатский мост. Мост вибрировал, вздрагивал от ударов. Бурея несла лодки, бревна, коряги, бочки, деревья. Из всего этого перед мостом образовались целые острова. Река проглотила ледорезы, затопила подходы к мосту, отрезала его от берегов. Оставался, наверное, метр до пролетных строений. Майор Светлов построил батальон. Дело предстоит рискованное. На мост будем высаживаться с вертолетов. Нужны добровольцы. Добровольцами оказались все. С комбатом ушли самые опытные. Было воскресенье. Четыре часа дня. Майор Светлов расставил людей по опорам. На каждой трое солдат и офицер. Привязавшись веревками, они спустились в люки под мост и лицом к лицу с бушующим потоком стали пропускать летящие на огромной скорости бревна и лесины. С другой стороны моста все еще по три человека со спасательными кругами в руках страховали их на случай, если кого-нибудь снесет. Позже Светлов рассказывал. Вода поднялась выше проектной отметки на три метра. Смотрю, жигули плывут. Смотрю, дом с крышей и трубой несет. Аж волосы дыбом встали. Полтора миллиона рублей. Сколько трудов! Особенно опасно было у двенадцатой опоры. Солдат туда и старался не посылать. Лучше сам. Огромный затор леса давил на эту двенадцатую опору. Угрожающий рост. Грузился лесной вал. Треск. Шум, как на водопаде. Комбат, старший лейтенант Борисов и военврач лейтенант Супрун сами спустились вниз и стали разбирать затор. Супрун взбегал на шевелящийся завал, набрасывал веревку на одну из бревен, а остальные тянули его и пропускали меж опорами. И вдруг бревно, на котором стоял Супрун, сбалансировало, и весь затор с оглушительным треском двинулся под мост. Живенья подстерегающий крикнул комбат. Пролетев несколько метров на бревне, Супрун схватился за пролет и, подтянувшись, выскочил на мост. Наступила ночь. Вода продолжала пребывать. Комбат с нарастающей тревогой в душе засекал уровень реки. 70 сантиметров до пролетов 50-40. Лисины лезут на мост, дрожат опоры. Хлынул ливень, загрохотал гром, засверкали молнии. Судьбой моста уже интересовалась Москва. 40 сантиметров до катастрофы. Продолжать спасательные работы или бороться уже бессмысленно? 89 человек на мосту. Дилемма. Снимешь людей, не будет моста. Не снимешь, погибнут. По радио на мост поступил приказ. Убрать всех, кроме команды Светлова. Ему оставить на мосту минимум людей. 3 часа ночи. Вода прибывает. До пролетных строений 20 сантиметров. Мост, как туго натянутая струна. Светлов и 19 отчаянных солдат и офицеров бросаются в самые опасные места. И в свете прожекторов веревками ловят бревна и протаскивают под опоры. Сержанты Винилов, Нестеров, рядовые Артемьев, Сахбаев, Поздеев, Мартушенко. День и ночь слились для них в ревущие без просвета сутки. Рядовой Александр Козлов. Да я на всю жизнь это запомню. Жутко было. Под ногами бурлит. Гудит все. Кричишь не слышно. А рядом с Шурыгиным Сергеем стоял и Морозом. Василий и комбат. По пояс мокрый бревна таскал с нами, пока не наступил пик. И вода не пошла на спад. Все это было на диком бреге Буреи. Где солдаты батальона Светлова сделали мост с таким запасом прочности, что выдержал натиск, не предусмотренный никаким проектом. Все произошло на крутом перевале хребта Туран, через который пролегала автодорога Февральск-Ургал. В тот день водитель, рядовой Владимир Павлюченко, на своем бензовозе доставлял горючее на дальнюю точку. Находившуюся за перевалом груженная машина медленно взбиралась наверх. Была пройдена половина пути, когда Павлюченко увидел, что сверху, навстречу ему на огромной скорости мчится крас. Крас. Расстояние сокращалось каждой секунды. И вдруг Павлюченко понял. У краза отказали тормоза. Он легко представил, что будет дальше. Там, внизу, солдаты строят мост. На большой скорости водитель самосвала не успеет его объехать, и крас неминуемо врежется в них. Принять удар на себя, успел подумать Павлюченко. Он остался жить, этот храбрый солдат, и даже не скрывал, что в те мгновения ему было не страшно. Капитан Кузнецов возвращался в роту на попутке машины и протслужбы. Подъехали к мосту через реку Нора, а она разбушевалась вовсю, и схитрилась подмыть центральную опору моста, и тот повис над водой. Внизу хаотично метались льдины, проносились вырванные с корнем деревья. Мост в любой момент могло снести. «Что же делать?» мысленно спрашивал он самого себя. И вслух сказал, «Давайте на себе переносить продукты». Солдат удивленно посмотрел на него, уж не шутит ли капитан. Кузнецов пошел первым. Он ощущал, как подрагивает мост. Тяжелая ноша на плечах мешала идти осторожно. Мелькнула мысль. Во второй раз надо поменьше захватывать. Вот и берег. Сбросил мешок, крикнул солдату, который все еще в нерешительности стоял на том берегу, «Берите груз полегче». После нескольких рейсов чувство опасности притупилось, только давало себя знать усталость. Даже ноги дрожали от напряжения. Но лишь после того, как перенесли последний мешок, оба, и солдат, и офицер, присели на пеньки и долго сидели молча. Дорогие слушатели, благодарим вас за внимание и до встречи в новых выпусках музейного подкаста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова